Похоже, придется ремонтировать. Сначала в сервис, потом в магазин, ждать запчасти. Почему нельзя, чтобы и запчасти, и сервис были в одном месте? Почему нельзя? Можно! В магазинах запчастей «Марсель» свой сервис, а также гарантия на запчасти. Тысячи запчастей для французских авто. В наличии и под заказ. Здравствуйте, это проект «Место происшествия». Журналистский взгляд на криминальную жизнь Кирова, то, чего не покажут по другим каналам. С вами Михаил Вагин, и вот что сегодня в выпуске. Лобовой удар на ровном месте. Три человека получили травмы в ДТП на улице Боровского. Завалило землей. Здравствуйте, а что здесь случилось-то? Человека за суток. Завалилась земля. Вот пацана молодого. Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего на станции Киров. Опасные вылазки. Это капец. Ах, как весело. Шок и удивление было на лице народного корреспондента в микрорайоне «Озерки», когда она увидела на козырьке подъезда пятилетних мальчиков. Три человека получили травмы в ДТП на улице Боровского. Сегодня днем там столкнулись «Лада Приора» и «Форд». Все, что попало в сводки происшествий за минувшие сутки в нашем первом материале. Авария произошла 25 сентября в 12.35 у дома номер 100А по улице Боровского. По предварительным данным, в ДТП попали 20-летний водитель «Лады Приора» и 29-летний рулевой «Форда». Автомобили получили серьезные повреждения. Травмы получили трое. Это пассажирка иномарки и две пассажирки отечественной машины. Сейчас инспекторы выясняют причины аварии. Наступила осень, а в селе Обухово Пижанского района до сих пор не проводят литературное чтение. Не устраивают выставки и не поют песни. Прокуратура заинтересовалась, почему. В апреле заказчик «Пижанская центральная клубная система» и подрядчик ООО «Гранит» заключили контракт. Реставрацию здания нужно было выполнить за 5 миллионов 700 тысяч рублей. А все работы должны были закончить до 1 сентября этого года. Но, судя по фото, оккультуриваться в этом доме будут не скоро. Не везде установлена облицовочная плитка вокруг здания мусора и строительные принадлежности. В общем, впереди еще много работы. Безответственному подрядчику прокурор района внес представление. Также в отношении руководителя подрядной организации составили материалы по административной статье «За бездействие». После этого ремонт пошел ускоренными темпами. Местные жители надеются, что в скором времени дом достроят и их досуг станет разнообразней. В Сунском районе полицейский спас Грибников. 69-летний кировчанин со своей супругой отправился в лес возле деревни Смыки. Они сильно ушли в чащу леса и заблудились. Дорогу к машине пара не нашла. Мы поняли, что наш навигатор, которым я пользовался, нас не может вывести к точке парковки машины. Он нас часа три, наверное, водил по кругу. То есть GPS не работал. И уже начиналась вторая половина дня, и я понимал, что нам самостоятельно не выйти. Лесная дорога, незнание местности, ландшафта, лесная дорога. Еще раз подчеркну, и я принял решение сделать звонок на 112. Потерявшихся вскоре отыскал и вывез к машине старшина полиции Иван Лучников. Когда Лучников Иван Михайлович прибыл на место, то этот термос с горячим чаем. Я уверен, что этот термос не входит ни в какие должностные инструкции. Это характеризует именно отношение полиции к ситуации, которую они решают высоко профессионально. За сентябрь в области потерялись 36 человек. Трое из них в Лузском и Юрианском районах до сих пор не найдены. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего на станции Киров. Трагедия произошла в четверг вечером у шестого пути же до вокзала. У административного здания рабочие откачивали воду. Потерпевший находился в яме на глубине четырех метров. И вдруг произошел обвал земли. Спасти 24-летнего парня не удалось. Подробности выяснял Павел Москвин. Здравствуйте, а что здесь случилось тут? Человека засыпали. Отпалилась земля. Куда? На карму. Куда? На пацана. Молодого. Очевидцы и железнодорожники в шоке от такой новости. Как говорят, ничего не предвещало беды. Рабочие откачивали воду из котлована. Один из них находился в яме на глубине четырех метров. Рабочего землей засыпали. Здесь что-то в кипает они. Понял. Не могли откачать. Двадцати четырехлетнего парня коллеги сразу стали откапывать и вызвали скорую помощь. Скорее всего, первые минуты молодой человек был жив, но спасти его в итоге не удалось. От полученных травм он погиб. Сейчас Следственный комитет на транспорте проводит проверку. Действие ответственных лиц проверяется по статье 143 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи проводят проверку по статье «Нарушение требований охраны труда». Устанавливают, кто виноват в смерти молодого человека. По этой статье виновному грозит до четырех лет лишения свободы. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия. Шок и удивление было на лице народного корреспондента в микрорайоне Озерки, когда она увидела на козырьке подъезда пятилетних мальчиков. Девушка была далеко от места происшествия и решила зафиксировать все происходящее на мобильный телефон. Далее рубрика «Мобильный репортер». Сегодня заметное видео уходящей недели. В микрорайоне Озерки юные озерники забрались на козырек подъезда. По словам очевидцев, детям на вид было около пяти лет. Они открыли окно и пробрались на козырек. Очевидцы уверены, что эти окна нужно блокировать, иначе такие вылазки закончатся плачевно. На улице Ленина мобильный репортер решил сообщить о скрытой угрозе. Металлический забор, по словам очевидца, может при резком порыве ветра просто разлететься в стороны. Опасность возникает как для пешеходов, так и для водителей. Полиция установила личность трехшкольниц, которые позировали для фото у Вечного огня. Судя по видео, девочки-тиктокеры, стоя на мраморных плитах, веселились и изображали какой-то ритуал. Третья девушка-оператор снимала их с разных ракурсов и в основном через Вечный огонь. Видимо, юные видеоблогерши восприняли Вечный огонь, как костер и ничего более. И ни у кого из них не возникла мысли, что они стоят на мемориале памяти воинам-кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В итоге со школьницами и их родителями полицейские провели профбеседу. На улице Зурикова жильцам дома номер 11А пришлось вооружиться камерой мобильного телефона, чтобы бороться против запаха канализации насекомых. Последние, кстати, уже стали захватывать подъезд. Сейчас жильцы пишут жалобы, но пока все бесполезно. Управляющая компания Ленинского района, по словам автора видео, не реагирует. А мухи тем временем продолжают размножаться. У народного корреспондента Марины нет слов. Главное передать атмосферу происходящего ужаса. Ведра уже не спасают. Впрочем, жильцам этого общежития уже пообещали расселение. Но только через 6 лет, в 2026 году. Сейчас семьям приходится выживать в антисанитарных условиях. Впереди холодная зима. Тогда жильцы, возможно, снимут видеоролик, как на кухне падает снег. Время 7.47. Дорога Бахлоновской в Вереснике. Ёборосте! Где свет, ребята? Ничего не видно. Хоть глаз выкальзман. Видите женщину слева? Она есть. Сюжеты о том, что в Вересниках не работает, уличное освещение снял водитель иномарки. Мужчина двигался, что называется, на ощупь. Плохая погода, лужи, грязь и темнота делают эту дорогу и сам район опасным для проезда транспорта и проживания. Ну вот каждое утро. Вечером еще сложнее, потому что тут нету ни одного фонаря. Мы ходим вот по такой прелести. На улице Пугачева камерой мобильного телефона вооружилась мать двоих детей. Женщина в шоке от дороги в детский сад номер 198. Нет тротуаров, фонарей и везде грязь. Очень ждем снега. Тротуар у нас вообще самодельный. Этим видео попытаемся привлечь внимание и решить нашу задачу. Экстравагантного мужчину в трусах наблюдал народный корреспондент из Кировочепецка. Несмотря на похолодание, мужчина гулял по улицам и слушал музыку. Мобильный репортер даже попытался взять интервью у необычного прохожего, но тот был, мягко говоря, против съемки. Дай я тебя сниму потом. Магомол, ты че? Я тебя потом так пнул, блядь. Я тебя потом так пнул. Дай я тебя поснимаю. Магомол, ты че? Ты че дурак или все? Ты че ходишь, что ли? Михаил Вагин, место происшествия. Если у вас есть видео для рубрики «Мобильный репортер», присылайте его к нам в группу ВКонтакте. А сейчас сделаем небольшую паузу и вот, что будет дальше. Вообще незаметный был. У меня еще пристречный был. Потому что у меня вслепило немного. Кому-то не до смеха, а кто-то улыбался. Даже на улыбку не смотрите, потому что это шоковая улыбка. На улице Украинской пешеход выскочил на дорогу, и его сбила семерка. Ночью у капота проскочил лось. Я на норму, с ней нога. Вопрос извечный за... Почему? Я поняту. Вся жизнь промелькнула перед глазами у водителя машины с камерой на трассе «Вятка». Перестраивался направо и не заметил троллейбус. В Кирове на улице Московской пробку создал водитель легковушки. Это проект «Место происшествия». Мы продолжаем. Не уберегли товарища двое молодых людей на улице Украинской. Компания шла после пьянки домой, но не все из них соблюдали ПДД. Один из приятелей вышел с тротуара на дорогу, остальные не смогли его вернуть обратно. Итог ДТП с «Жигулями» и тяжелыми травмами 18-летнего парня. Детали происшествия в нашем следующем сюжете. Вечером водитель «семерки» Даниил поехал в магазин за покупками. По пути он сбил человека. По словам Даниила, пешехода было не видно. Он будто слился с асфальтом. Вообще незаметный был? У меня еще плюс речный был. У меня ослепило немного и это... А сам с какой скоростью ехал? 60. Я мог только выехать скорость. А куда ехал? В магазин, в съезде. Из дома? Да. Это первое ДТП в жизни 19-летнего молодого человека. В такой шоковой ситуации друзья помогли вызвать для пострадавшего скорую помощь. Стаж большой? Полтора года. Как бы... Это от этого не зависит, да. Это от этого не зависит. Тут чисто уже человек идет в сером, на фоне асфальта сливается, я думаю, из-за этого. Вообще нет. Слушай. От удара на «Жигулях» смяло лобовое стекло. Судя по всему, 18-летний пешеход получил тяжелые травмы. Он упал на асфальт и потерял сознание. Молодой парень-то? Да не, живой, слава богу. А, живой? Живой, живой. По словам его друзей, Льва и Александра, они шли после пьянки домой, но один из приятелей решил выйти на дорогу. Почему вы его на тротуар не отправились? Вот мы ему говорим, молкиш, иди сюда, и машина хлоп. То есть он только с тротуара выходит, и мы говорим, молкиш, иди сюда, он хлоп. И уже... Вот, вот оно. Как вы сказали его имя? Как вы назвали его? Серега? Его зовут Сережа. Как меня? Сергей Харушин Анатольевич. Но к лику холокиш. Почему? Ну, потому что он осекли кухи, ебаный. Друзья пострадавшего Сергея, несмотря на грустную картину, продолжали беселиться. Этот смельчак, он долб***ь. Мы, короче, шли тут, а он, б***ь, пошел, короче, по дороге. Вы, пожалуйста, ебаный, не обрезайте, вы не обрезайте, вот то, что он... Да, я понял. Он долб***ь. Он реально долб***ь. Он просто долб***ь пошел по дороге, и все. А он... Водитель ни в чем не виноват. Он далеко от вас шел? А? Далеко от вас шел? Мы, мы идем тут, он идет по дороге. Вот, ну, как бы мы... Параллельно, параллельно. Да, его, его хлоп, вот видите, лагобоуха-то, она ведь не полностью разбита, она ведь сбоку разбита. Это чисто, он головой туда влетел. Вскоре один из приятелей, Александр, доматерился так, что его забрали сотрудники ППС. Забрали кореша у тебя? Кореша. Клянусь, мама, б***ь, забрали кореша, отвечаю. Даже на улыбку не смотрите, потому что это шоковая улыбка, б***ь. И только водителю Даниилу и пострадавшему Сергею было не до улыбок. Как выяснилось, пешеход получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Вся жизнь промелькнула перед глазами у водителя машины с камерой на трассе Вятка. Ночью у его капота проскочил лось. До столкновения были считанные сантиметры. Водителю крупно повезло. Как это было в рубрике видеорегистратора. Сегодня в ней заметное видео уходящей недели. На трассе Вятка рядом с мурашами ночью лось решил перебежать дорогу. На повторе видно, что водитель не видел животное и даже не тормозил. Лось резко выскочил и одновременно автора видео ослепил встречный грузовик. После увиденного водитель выдохнул и продолжил путь. В Кирове на улице Московской пробку создал водитель легковушки. Он перестраивался направо и не заметил троллейбус. Водитель общественного транспорта среагировал сразу и попытался избежать ДТП. Но остановить троллейбус мгновенно не получилось. На перекрестке улицы Воровского и Хлебозаводского проезда произошло нелепое ДТП. Так как цент перекрестка смещен, то водитель Нивы с Шевроле якобы ехал прямо, а шофер на Ладе поворачивал налево. Видимо, обвиновник ДТП на 12-й не разобрался в очередности или думал, что водитель Нивы поедет по улице Воровского. И если водитель 12-й не разобрался, то водитель на Опеле с красивым номером 3-3 просто не убедился в безопасности маневра и на улице Ленина столкнулся с Приорой. Лада выехала на тротуар. К счастью, пешеходы не пострадали. Никак не могут запомнить, какая главная дорога водителей на перекрестке улиц Московской Свободы. Шофер на Рено ехал по Московской и должен был уступить дорогу. Но он даже не думал тормозить. Местные жители давно называют этот перекресток проклятым и просят ГИБДД установить лежачего полицейского и нарисовать на асфальте знак «Уступи дорогу». На улице Московской водитель Гранты ехал на зеленый сигнал и был уверен, что ничего не произойдет. Как вдруг ему на перерез выехала Калина. Удара избежать не удалось, хотя видно, что водитель Гранты среагировал и пытался увернуться. Судя по этому видео, вина шофера Калины очевидна. На улице Заводской неаккуратно выехал на главную дорогу еще один водитель Калины. Он выехал прямо перед Приорой. Не рассмотрел красный сигнал водитель кроссовера «Хонда» на улице Некрасова. Когда автомобилисты на Чапаева начали движение, он останавливаться не стал. И Рено Каптюр помял ему дверь. На Октябрьском проспекте водитель «Нивы» «Шевроле» решил проскочить перекресток с улицы «Профсоюзной» и не заметил встречную «Ниву». После удара виновник аварии остался на колесах, а водитель «Нивы» упал на бок. По данным ГИБДД, в аварии пострадала 71-летняя пассажирка «Шевроле». На улице Карла Липнихта на парковке у правительства области неудачно развернулся водитель 12-й. В темноте он, видимо, не увидел припаркованный форт и совершил ДТП. Как выяснилось позже, за рулем «Лады» была девушка. Уезжать с места аварии она не стала, а припарковалась рядом и пошла по своим делам. Две аварии произошли на перекрестке улиц Воровского и Попова, и все из-за проблем с перестроением. Сначала водитель темной иномарки поехал направо и зацепил попутную легковушку. Затем другой водитель объезжал участников первого ДТП и совершил такую же ошибку. Утром на улице Калинина произошло обидное ДТП. На пустой дороге велосипедисту не хватило места. Возможно, мужчина был слегка под шофе и не справился с управлением. После удара велосипедист скрылся через двойную сплошную линию, а водитель иномарки увидел эти повреждения и обратился в полицию. Сейчас неуклюжего водителя двухколесного транспорта разыскивают. На улице Комсомольской гонщик на БМВ едва не сбил двух пешеходов. Женщины поздно начали переходить дорогу, а водитель на Х-3 уже ехал по встречной полосе. От трагедии участников инцидента отделили несколько сантиметров. В чистых прудах чудеса маневрирования продемонстрировал водитель машины с камерой, когда нарушитель на Ларгусе за компанию с таксистом хотел повернуть налево. Лихач на мотоцикле едва не въехал во встречный кроссовер на перекрестке улиц Московская и Ердякова. Нарушитель выехал на красный сигнал. Когда нет дороги, можно и по тротуарам ездить, решил водитель классики на улице энтузиастов и поехал по пешеходной дорожке. Михаил Вагин. Место происшествия. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, или у вас есть интересное видео с регистратора, присылайте его к нам на почту mpokerovsobaka-inbox.ru или в группу ВКонтакте. С вами был Михаил Вагин. До свидания.